друзья всем привет в этом видео сделаю обзор распаковку потестируем интересный usb type-c hub который совместим с ноутбуками компьютерами планшетами макбуками android устройствами windows устройствами и другими сейчас друзья я его распакую покажу вам все возможности а также покажу как можно расширить возможности на своем смартфоне при помощи этого хаба буду показывать на примере смартфона сяоми давайте обо всем поподробнее расскажу и начну с распаковки и так поставляется в картонной упаковке компания-производитель новую здесь перечислены основные возможности далее все подробно расскажу с обратной стороны можно посмотреть основные характеристики приехал ко мне этот хаб с алиэкспресс доставка есть из китая также из россии я заказывал доставку с россии и достаточно быстро приехала меньше чем за неделю стоимость в обычные дни составляет около 22 долларов и сейчас на алиэкспресс проходит распродажа из промо кода можно купить в районе 18 с половиной долларов это устройство ссылку на продавца также промо кода оставлю как обычно в описании под видео итак друзья по материалу здесь вот эта вот часть выполнена из металла вот это вот тоже из металла выполнена вот эти вот вставки идут из пластика вот здесь тоже из пластика длина кабеля идет 20 сантиметров здесь идет штекер разъема usb type-c эта часть выполнена тоже из металла порт hdmi это актуально если вы будете подключать к ноутбуку макбуку чтобы выводить изображение по hdmi на внешний монитор либо телевизор актуально для макбуков 2016 17 18 года если ноутбук поддерживает выводить изображение по hdmi через вот такой вот usb хаб то возможно здесь такая есть разъем usb type-c для подачи питания кстати поддержка power delivery 30 и мощностью до 100 ватт но это будет актуальная такая мощность для ноутбуков далее 2 usb порта со скоростью usb 30 поддержка скорости до 5 мегабит подключение карт памяти формата sd и формата tf давайте протестируем на смартфоне и покажу как можно прокачать свой смартфон при помощи этого устройства итак друзья я подключаю стандартный разъем usb type-c свой смартфон xiaomi далее для удобства сейчас подключу стандартную компьютерную мышку на хабе у меня есть такая индикация специальная в порт usb я подключу обычную компьютерную мышку кстати можно подключать и клавиатуру и обратите внимание у меня появился курсор и достаточно удобно вот можно таким вот образом управлять мышкой также можно подключать клавиатуру и так далее и теперь друзья смотрите я могу подключать допустим флешку могу подключить флешку питание на флешку пошло вверху слева как мы видим у У меня флешка определилась. Опускаю шторку вниз, причем мышкой. Вот USB накопитель, обзор. Все, теперь отображаются все мои файлы на флешке. Могу прям с флешки эту музыку слушать. Могу эти файлы теперь копировать в память телефона. С памяти телефона могу на флешку копировать. Очень удобно. Тестирование, кстати, делаю на смартфоне Redmi Note 10 Pro. Также на Poco X3 NFC проверял. Тоже этот хаб работает. И здесь, как я и говорил, есть разъем для заряда. То есть я могу подключить там различные устройства, занять порт на смартфоне, ноутбуке и подключить вот таким вот образом питание. И как мы видим, у меня пошло питание. То есть вот идет питание, все замечательно. И что это нам дает? В путешествии, допустим, у меня закончилась память на смартфоне, нет ноутбука с собой. Могу перекинуть на флешку. Также, друзья, можно, напомню, подключить и карты памяти. Вот, либо SD стандарта, либо TF, это microSD. Вот таким вот образом подключается карта памяти. Давайте проверим. Вот, отлично, у меня и USB накопитель определился. Здесь у меня, допустим, есть какие-то видео. Тоже могу перекопировать. Могу, например, с флешки на карту памяти перекопировать, скопировать и так далее. Теперь давайте, друзья, ради интереса я подключу еще внешний USB жесткий диск. Флешка у меня обычная была, USB 2.0, а жесткий диск идет USB 3.0. Так, подключаем. Так, смотрим, индикация жесткого диска пошла. И как мы видим, у меня жесткий диск тоже определился. Нажимаю кнопку обзор. Все, друзья, отлично. Вот фото, видео, музыка. Вот таким вот образом. Вот воспроизведение музыки. И вот таким вот образом, друзья, при помощи этого хаба очень удобно. Допустим, поехал в путешествие, у меня смартфон, записал много видео, заполнил всю память. И, например, перекинул на жесткий диск, либо на карту памяти, либо на флеш. Достаточно, друзья, удобное решение. Я продемонстрировал на примере своего смартфона Xiaomi. Но также, друзья, напомню, что это будет актуально и для MacBook'ов, Chrome'буков. Трансляция изображения на внешний дисплей смартфон из Xiaomi, насколько я знаю, не поддерживают. То есть, выводить изображение на внешний монитор, внешний телевизор через USB Type-C на HDMI более актуально для ноутбуков и то те, которые поддерживают. Конечно, бывают и некоторые смартфоны, поддерживают, в которых есть поддержка этой технологии. Но, насколько я знаю, таких смартфонов достаточно мало. Вот на сайте можно посмотреть, какие ноутбуки поддерживают эту технологию и также мобильные телефоны. Ссылку на этот USB-хаб я оставлю в описании под видео. Кому интересно, обязательно посмотрите на совместимость со своим устройством. Потому что на примере моего смартфона у меня все замечательно работает. Но вот у меня есть еще бюджетный планшет. Здесь тоже есть в порт USB Type-C. Так вот, в этот порт я подключаю. И, как мы видим, у меня не работает с моим планшетом. Ну, планшет бюджетный, наверное, из-за этого. То есть, нужно посмотреть, чтобы еще была поддержка с вашим устройством. А так, в целом, он совместим с ноутбуками, MacBook'ами, телефонами и планшетами. На этом, друзья, у меня все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока и до встречи в новых видео.